Просто посмотрите на количество звезд, 50 их тысяч. Этот игрок просто решил привести свою фракцию к победе. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Mortal Hero. И сегодня на очереди видеоролик, в котором мы вместе с вами поговорим об одном игроке, который, в свою очередь, просто взял и спас одну из фракций в ралли Тангар. Если вы ждали подобный видеоролик, не забывайте, в свою очередь, обязательно поддержать пальчиком вверх. Также, если вы первые на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Но я быстренько напомню, потому что на канале проходит розыгрыш по моему личному тегу создателя контента А именно Immortal, перевязывая в стройках аккаунта, в частности, в розыгрыше на большое количество кристалликов. А именно полтора миллиона, ну и помимо кристалликов, вместе с вами разыграем 10 тысяч танкойнов. Вся подробная информация есть в нашем дискорд сервере, присоединяйтесь, разбирайтесь. Ну и также, не забывайте заполнять ту самую форму, которая есть в описании под нашим роликом. Но я вам желаю успехов и побед. Ну и, в свою очередь, наверное, потихонечку буду перемещаться к тому самому сайту. Ралли Танкар, в котором мы можем посмотреть уже на некоторые итоговые результаты вчерашнего нашего дня. И если вы заметите, то моя фракция находится условно на последнем месте. Конечно, уже вылетели те самые Орешки, либо Метеоры, да. Но мы вчера вместе с вами на протяжении всего стрима были уверены в том, что да. Скорее всего, закрепляемся на третьем месте. Даже, возможно, в некотором плане их шансы вырвут на второе место. Но точно мы завтра себя не увидим в роли как раз-таки игроков, которые борются на выбывание. Но, к сожалению, произошло нечто. И оказался в фракции Танкити один замечательный игрок, который перевернул просто с ног до головы тот самый как раз-таки результат этой фракции. Которая по итогу вырвалась на третью строчку. И это игрок Март 0, нижняя подчеркивает МБС. У которого 50 тысяч звезд. Да-да, друзья. Этот игрок на себе всю эту фракцию просто взял вытелом. Потому что если мы смотрим на игрока, который на втором месте, да. Это Данксиа 992. Всего лишь 829 звезд. То есть в этом мероприятии лишь один игрок, который купил себе большое количество просто звезд. Условно купил победу во втором этапе фракции Танкити. Это, конечно, безумно, друзья. Потому что, ну, подобное количество звезд, скорее всего, превратается точно. Не ради того, чтобы фракция перешла в следующий этап. И точно не ради тех самых наград, которые у нас имеются на втором этапе. Это дрон-защитник, батарейки, 50 голдов и 15 контейнеров. Это в первую очередь берется для того, чтобы попытаться забрать тот самый дрон-кризис, который у него как раз-таки и вышло сделать. То есть он забирает этот дрон-кризис, который у нас был во втором февральском вызове. 53 тысячи в сумме звезд этот игрок, получается, приобрел. Ну, наверное, часть уже набита была, но это маленькая часть от того, что было куплено в нашем игровом магазинчике. И, наверное, для многих не секрет, что как раз-таки эти звезды очень даже сильно решают в этом ивенте. То есть те самые звезды, которые приобретаются в магазинчике. Потому что большая часть уже звезд, которые проще, наверное, приобрести, чем набивать в нашем, к сожалению, бичмейкинге. Даже если стараться играть в том самом формате штурм, в котором очень реально быстренько в нашей компании зарабатываются звезды. Но этого все равно недостаточно, чтобы сопоставить конкуренцию таким безумным ребятам. И самое интересное, возможно, вы обратите внимание, но на четвертое находится в месте Туза. Тот самый игрок, который уже один раз точно боролся за тот самый дрон-кризис, который приобрел около 100 тысяч звезд. Но по итогу так и не получил себе дрона-кризиса. И в этот раз, к сожалению, опять же подобная ситуация, когда у нас находится, получается, ну, как минимум три игрока, которые желали, наверное, да. И как раз-таки стремились к тому, чтобы добраться до той самой отметки, когда их никто не перегонит. И по итогу забрать себе легендарный уже, наверное, неким образом дрон-кризис, да. Который в итоге вам дает 10 тысяч GES и внешнюю составляющую. Но в плане механики ничем не отличается, только тратит больше ваших расходников. Но и получается, что эти ребята вовсе остаются, ну, практически без ничего. Конечно, забирая тот самый Рой, который был за топ-10. В моем случае я, кстати, тоже попал в топ-7. Но я думаю, что у этих ребят как минимум точно была как раз-таки возможность поучаствовать в танкофонде, который у нас был. Да, и, наверное, Рой уже давно на аккаунте имеется. И точно такое количество звезд тратится не на Рой. Однозначно, потому что реально в сумме уже было потрачено много танкоинов лишних, чтобы просто побороться за кризис, который по итогу забирает лишь один игрок. И благодаря, конечно, такой борьбе, которая проходит параллельно нашему как раз-таки ивенту Ралли Танкара. Подобно ребята, когда борются за безумный предмет в виде дрона. И получается в ивенте, который проходит параллельно, просто творится какое-то так же безумие. Потому что количество звезд, которые решают условно вызови, да, оно на самом деле очень даже большое. То есть там, конечно, ребята стараются по максимуму приобретать. Тратят нереальное количество танкоинов, которые по итогу могут привести к тому, что ты останешься без награды. А тут же можешь даже благодаря как раз-таки той самой борьбе, которую вызови, просто взять и купить условно ту самую победу в этапе, который проходит как раз-таки правильно нашему мероприятию вызов. Напишите, что вы об этом думаете, потому что я такого поворота событий в свою очередь точно не ожидал. Наверное, и многие из вас, да, кто участвует в любой фракции, которая находится, даже в той же самой Танките. Кстати, ребята, которые, наверное, для себя уже понимали, что вот, скорее всего, сегодня как раз-таки уже будет борьба на вылет, да, и вы в этом случае обязаны активно играть. А тут получается, что борьба на вылет проходит между ламами и танкноерами. Танкноеры, ну, скорее всего, так же бы вылетали, либо же как минимум точно боролись бы с Танките, но получается все повернулось с ног до головы. Поэтому, интересно, конечно, по итогу проходит наш ивент, да, в котором очень сильно решают подобные ребята, которые как раз-таки пользуются возможностью, что можно покупать звезды. Мне кажется, на будущие подобные ивенты, ну, наверное, все же нужно дать ребятам шанс именно в борьбе, плотной борьбе, как раз-таки в матчмейкинге набивая звезд, побороться и уравнять шансы, да. Почему? Потому что, ну, реально, те самые звезды, которые дают возможность вам забустить свою фракцию, даже если вы этого сильно не хотели, да, ребята боролись просто за кризис, получается, что из одной своей фракции просто подняли в топы. Это, не знаю, друзья, просто не писать словами, поэтому жду от вас в комментариях, будет интересненько почитать, что вы об этом думаете. Обязательно. Я в своем случае, кстати, тоже приобретал звезды, потому что у меня около тысячи чем-то, да, звезд. Сейчас мы быстренько взглянем в 1224, но чтобы купить 50 тысяч звезд, я о таком пока что не задумывался, потому что если мы взглянем на другие фракции, у них, в принципе, тоже есть ребята, которые и немаленькое количество звезд купили. То есть, Сатурн 23 тысячи звезд, а Диверсантик 13 тысяч звезд в нашей фракции. То есть, в многих фракциях как раз-таки присутствует подобные ребята, которые также что-то приобретают. То есть, Туза, Валя, также есть игроки, которые немаленькое количество звезд по итогу также приобрели и тем самым повреляли на исход подобного этапа и, возможно, по итогу нашего мероприятия. Я, наверное, в этом моменте буду потихонечку заканчивать наш видеоролик. Вам спасибо огромнейшее, что посмотрели. Обязательно, в свою очередь, напишите в комментариях, что вы об этом думаете, потому что, ну, это не должно, наверное, так работать. Либо же должны как-то ивенты проходить не параллельно друг к другу, потому что в случае просто как бы вывести команду фракции вперед, я думаю, что столько бы ребята точно не тратили бы тех самых танкоинов на покупку звезд. В случае нашего параллельного ивента, который просто ралли танкар ломает с ног до головы. Ну и также не забудьте видеоролик поддержать пальчиком вверх. Если вы были впервые на канале, подпишитесь и прожмите колокольчик. Ну а с вами был Immortal Hero, желаю всем хорошего дня, ну и до скорых встреч.